Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин вылетел выше 70 тысяч долларов, стоил 66 и поднялся на 70, прикиньте. Случилось две важные новости. Первая – это то, что зарегистрировали законопроект, который забирает у комиссии по ценным бумагам право регулировать криптовалютный рынок. И эта новость отправила биткоин выше 70 тысяч долларов. А вторая новость – это слухи насчет того, что собирается одобрить биткоин ETF. Очень много слухов вокруг того, что будет одобрен биткоин ETF. И в итоге биткоин ETF… А, извините, эфириум ETF будет одобрен. Биткоин ETF уже одобрен. И тогда зашли хорошие торговые объемы. Биткоин стоил 48 тысяч до запуска биткоин ETF, а поднялся на 60 тысяч. А теперь говорят про эфириум ETF. И эфир вырос, биткоин вырос, все альткоины выросли. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. К сожалению, я на 50% в кэше. И закрыл раньше свою позицию на биткоине. Я там было дело, открывал позицию на 4 биткоина от 56 тысяч. И закрыл на 61 тысячи долларов. Потому что я увидел, что падают торговые объемы. Я ожидал падения на биткоине. Но этого так и не случилось. Если бы я тогда не закрылся, то я бы заработал еще с 20-м плечом. Короче, много было бы. Но сейчас я на 50% в кэше. Покажу свой торговый аккаунт. Ну а пока подписка, лайк, колокольчик. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. И сейчас я хочу посмотреть, что можно взять на этом движении. Биткоин, да посмотрите же. Как пролетел биткоин. Поднялся от 56 тысяч. Теперь уже стоит 71 тысячи долларов. Да только за вчера, посмотрите, что было. Вчера 65-600 и поднялся на 71 тысячу. Какой рост на биткоин. Вот это да. А я... У меня ничего не открыто. Не зашел, не поймал этот памп. Я открывал позицию на 6 биткоинов или на 4. Где-то вот здесь. И нужно было держать. Можно было хорошо заработать. И вообще на рынке все выросло. Юнисвап. Эфириум. Эфириум очень хорошо вырос. И все токены ERC20. Юнисвап, посмотрите, плюс 21%. Эфириум 19%. Доджкоин 10%. Я хочу купить доджкоин. Почему? Потому что я как раз искал, где зайти. И я увидел здесь массивный нисходящий треугольник. Вот он, этот треугольник. Внутри создается давление. И выходим вверх. Но проблема была, это низкие торговые объемы. Но сегодня хорошие торговые объемы. Зашли объемы в доджкоин. И здесь также большая дубль. Чик, чиджик. Еще одна хорошая новость на доджкоине. Отправить его на луну. На байбит у меня. Вчера было сколько? 615 тысяч долларов. И получается за день я заработал 15800 долларов. Но я на 50% в USDT. USDT у меня на 317 тысяч. Один биткоин на 71500. Плюс 7%. Нихрая себе. Ворлдкоин на 51400. Плюс 8%. Я купил ворлдкоина еще на 30 тысяч долларов. Примерно 3 часа назад. МСРТ плюс 2,3%. Покет на 37 тысяч. Плюс 5%. Доджкоин на 21200 плюс 10%. Не опустился доджкоин на те ордера, которые я расставлял. Я ставил на 10 центов и на 12. Рассчитывал на пролив, но его не было в итоге. Буду брать сейчас. Возьмем на 10 тысяч долларов доджкоина по текущей цене. Не, давайте на 5 тысяч долларов доджкоина по этой цене. 16.49. Сейчас заполнится эта заявка. Доджкоин по 16.49. Я поставил. И еще на 5 тысяч долларов прямо сейчас возьмем. Я покупаю доджкоин. Еще на 5 тысяч долларов по той же цене. Поставили ордера на покупку доджкоина. Будем брать. Сейчас у меня доджкоина на 27 тысяч долларов. На 27 тысяч доджкоина. И ордера на покупку. Посмотрим, заполнится, не заполнится. Додж растет. Давайте еще на 5 тысяч долларов. Закинемся. Посмотрим, заполнится, не заполнится. Да, начинает заполняться. Еще на 10 тысяч долларов могу взять. Хорошо, заполняются ордера. Доджкоина теперь на 31.200. И счетом ордеров на 10 тысяч. Заполняются прямо сейчас. Бум-брум-бум. Заполняются ордера. Наполняются ведра. Хорошо. Все уже почти заполнено на доджкоине. Прямо сейчас за... Да, все готово. Итого, взяли доджкоина. Теперь у меня доджкоина на 41 тысячу. Давайте еще на десятку возьмем. Потому что зашли торговые объемы. Поставил заявку. Но пока что у меня доджкоина на 41 тысячу. Идемте дальше. Но эти новости про эфириум и тиф, они, конечно, основательно встряхнули рынок. Все выросло. Вот эфир, например. Посмотрите, как вырос эфир. Как помпанул эфирчик. Вылетел вверх из этого нисходящего треугольника. Короче, подвели меня эти торговые объемы. Я видел, что торговые объемы падают. Да, посмотрите же, ну как вырос эфириум. Чик, чик, чиджик. И вылетел. Это получается 20% примерно за сегодня. 22%. Какой движ на эфире на этих новостях про ИТФ. И доджкоин тоже вырос. 16 центов уже тоже вышел из этого нисходящего треугольника. И цель этого движения на доджкоине. Если, конечно, будут сохраняться хорошие торговые объемы. Были плохие торговые объемы. Если они будут заходить, то тогда цель здесь будет 23 цента. По выходу из этого нисходящего треугольника. Если, конечно, будут торговые объемы. Вот раньше, как посмотрите, было. Тоже были большие торговые объемы. В этом году-то уже. Какое движение. Посмотрите на доджкоине. Доджкоин вырос. Это было просто в марте. Смотрите. С 8 центов поднялся на 22 цента. Опустился на 12. И теперь поднялся на 16 центов. Но проблема-это торговые объемы. Они все еще низкие. Даже несмотря на всплеск сегодня. Поэтому нужно аккуратно покупать. Юнисфа плюс 22%. Биткоин 71.300. Сейчас он подошел к сопротивлению. Которое пытается пробить. Видите, это трендовая линия. И здесь массивный бычий флаг. Меня только беспокоили торговые объемы. Объемы падали. Вот почему я закрыл свой лонг. Но здесь перевернутая голова и плечи. И она, походу, отрабатывает. Либо же это огромная ловушка. Это потенциально может быть. И то, и другое. Время покупать биткоин было как данда. Мы так и делали. Покупали. Когда биткоин стоил 15 тысяч долларов. Вот здесь. 15, 16. Как мы тогда затаривались биткоином. А теперь нужно делать это осторожно. Я думаю, что биткоин в пятой волне лета. И она ведет его на 88 тысяч долларов. Трендовая линия, которую я провел через бычку 21-го года. Одно касание, второе. И таким образом получается трендовая линия. Которая формирует сопротивление на 88 тысяч. И получается, что коррекционная волна закончилась на отметке 56. Потому что там было 23% коррекции. А это самый минимум для такой коррекционной волны. Самый минимум 23%. Вот мы эту коррекцию и получили. Идеально все отработало там. Нужно было мне, сука, держать все-таки свой лонг. Прямо 6 биткоинов я покупал. По 56 тысяч. А затем я закрылся. На 61 тысяче. Почему? Потому что я увидел, что начали падать торговые объемы. Меня это беспокоило. И я думал, что из-за этого биткоин пойдет вниз. Но этого не произошло. И вышли эти новости про эфириум и TF. Все выросло в итоге. Это была моя ошибка, конечно. Объемов на биржах не было. Они были на ETF. Бычий флаг. Биткоин растет. Подошел к уровню сопротивления. И где теперь можно было бы зайти в лонг на биткоине. Я думаю, что можно было бы подождать, пока он опустится на уровень поддержки. Но есть все-таки проблема. Про эфириум и TF это все еще слухи. Просто имейте это в виду. Именно слухи подняли этот рынок. В принципе, на двух новостях. Первое, это то, что законопроект зарегистрирован, чтобы забрать у всех полномочия регулировать криптовалютный рынок. Это была одна новость. Ну а второе, это слухи о том, что будет одобрен эфириум и TF. Но тут проблема в том, что это всего лишь слухи. И он может быть и не одобрен. Это просто слухи. То, что будут одобрять. И на этих слухах все выросло. А через три дня там будет уже полная новость об этом. И если будет объявлено, что одобрения нет, то это очень опасно. Имейте это в виду, если вы хотите зайти на всю котлету. Короче, торговая идея зайти на 66,573 от недельной поддержки. Или давайте даже туда и опустим. Стоп лосс на 65,693. Тейк профит на 88 тысяч. Рассчитываем на то, что биткоин опустится и подхватит нашу торговую идею. По идее выйдет, зайдет на ретест и полетит. Если вы действительно хотите зайти в лонг, то подождите этого ретеста. Либо же не одобрят эфириум и TF, и биткоин пойдет вниз. Цена входа 66,208. Стоп лосс 65,693. Тейк профит на 88. Риск 515 долларов. Заработать можно 22,600. С десятом плечом заработаете 220,000 долларов. Вот такая торговая идея на биткоине. Но, опять же, будьте осторожны, потому что это сопротивление. Видите, к сопротивлению подошел биткоин. Хороший был вход на 56,000. Не нужно было, сука, закрываться. Зашел-то хорошо на 56. Поднялся на 64 биткоин. Опустился на 62. И там я все закрыл. Почему? Потому что я увидел, падают торговые объемы. Но даже сегодня с этим массивным пампом все еще падают торговые объемы. Если сравнить. Вот, например, вот здесь. Какие были торговые объемы раньше? Просто имейте в виду. Но если эфириум и ТФ все-таки будут одобрены, то сколько еще денег зайдет в криптуум? Много. Это хорошие новости. Юнисвап плюс 22%. Растет Юнисвап, потому что это основная децентрализованная биржа для монет на эфире. Вот посмотрите на этот памп на Юнисвап. От 6 долларов 70 центов поднялся на 9.30. Это случилось практически мгновенно. Это движение было от 6 долларов 70 центов. Это 40%. Вау, вот это да. Какой движ на Юни. Буквально за несколько кто-то вот там просто раз и запустил вверх Юнисвап. На этих новостях-то прям про эфириум и ТФ. Но если не одобрят эти ТФ, то все вниз пойдет. Хорошая поддержка на Юни теперь на 8 долларов. И, пожалуй, поставлю там ордера на 8 долларов 10 центов. Или, может быть, даже в лонг можно зайти на Юнисвап. Давайте туда с плечом поторгуем. По 8 долларов 10 центов. Насколько? Какое у меня здесь плечо? А, нет. Это же спот. Мне нужны деривативы. Если опустится, конечно, Юни на 8 долларов 10 центов. 8.1. На 10 тысяч долларов зайдем. Какое же плечо-то здесь? Да, да, опять спот. Почему я не могу перейти-то на деривативы? Что, у них нет деривативов или что? А, нет, есть. Есть деривативы. Вау, да посмотрите же памп какой на Юни. Да, ну, прям поздравляю, кто сидит в Юни, кто зашел раньше. Хорошо. По 8 долларов 10 центов. На 10 тысяч долларов заходим. Да, на 20 плечо у меня. По 8 долларов 10 центов. 24 тысячи Юни. Маржа 10 тысяч. Размер позиции 200 тысяч. Хорошо. Поставили такую заявку. На балансе у меня 633 тысячи долларов. Я заработал 16 500 уже. Хм, а что это растет-то? Наверное, доджкоин. Одна-то заявка так и не заполнилась. По 0,164. Да, интересно. Ну хорошо, пусть пока остается как есть. ЮсДТ у меня на 298 тысяч теперь. Один биткоин на 71500. Биткоин растет. Ворлдкоин на 51200. Плюс 7 процентов. МСРТ на 44 900. Доджкоин на 41300. Плюс 11 процентов. Вау. Покет плюс 7 процентов. Хочу взять еще Покета. Покупаем еще Покет на 5000 долларов. ЮсДТ на 298. Один биткоин. Додж на 41300. И также там еще ордер один остался. По 0,1644. Посмотрим, опустится ли доджкоин. Но давайте еще на пятерочку. Потому что растет доджкоин. Доджкоина у меня будет больше, чем на 50 тысяч. К сожалению, позиций открытых у меня нет на биткоине. Пропустил этот памп. Может быть попробовать на доджкоине в лонг зайти. Но уже, конечно, так вырос сильно. Но в принципе, может вырасти еще. Почему нет? Но если эфириум и TF отклонят через 3 дня, то все пойдет в обратную сторону. Имейте это в виду. Но на доджкоине мы получили подтверждение выхода из этого нисходящего треугольника. Почему? Потому что сходил на ретест и оттолкнулся на хороших торговых объемах. С объемами оттолкнулся. Так что есть подтверждение на доджкоине. И цель, опять же, 23 цента. Поэтому можно было бы зайти в лонг. Лучший вариант был зайти от как раз этого ретеста. Заходить в лонг выше, это, конечно, сложновато. Купить на споте, в принципе, нормально. Но зайти в лонг, это уже опасно. Но здесь перевернутая голова и плечи с другой стороны. И можем выйти вверх, пройти дальше. Дойти до 20 центов. Ну что, давайте, может быть, какой-то небольшой лонг откроем на доджкоине. Зайдем в лонг с 20-м плечом. Цена ликвидации 0.158. Ну, цена ликвидации, конечно, не алло. Давайте попробуем зайти ниже. Откроемся по 0.158. 371 тысяча доджкоинов. Мой ордер на споте заполняется. Итого, зайду в лонг по цене 0.158. Также, откроем лонг на Юнисвап по 8 долларов 10 центов. Биткоин по 56. На 61.400 тоже стоит ордер. Юнисвап по 8.10. Но давайте еще на биткоин посмотрим. Там нужно, конечно, подкорректировать. Биткоин. Поставим на 66.200. Как есть у меня эта торговая идея. Если биткоин, конечно, туда опустится. На 66.200. Давайте здесь зайдем на 5, на 10 тысяч долларов. Итого, открываем лонг. По 66.200. 200 тысяч долларов размер позиции. Подтверждаем. По 66.200. По 61.400. Доджкоин по 0.158. И Юнисвап по 8 долларов 10 центов. И также на споте заявка на Покете по 0.137. Доджкоин по 0.164. Эта заявка заполняется. На балансе 632.800. И USDT на 293.000 осталось. Это все еще больше, чем 50%. Я уже купил Доджкоин и Ворлдкоин. Прекрасно. И теперь давайте перейдем на Твиттер и пройдемся по новостям. 85.100 фолловеров. Додж вылетает вверх на хороших объемах. Час назад это запостил. Вот я писал, что покупаю Ворлдкоин на 30 тысяч долларов. Три часа назад. Вот я купил на 30 тысяч долларов Ворлдкоина. И уже подрос с тех пор. Биткоин поднялся на 70 тысяч. К сопротивлению. Саурон заработал 2 миллиона долларов. На эфире. Посмотрите. Хорошо открыл лонга. Посмотрите, прибыль. 2 миллиона 300 тысяч долларов. Поздравляю. Саурон. Он постоянно в моем Телеграме. Ну что ж, прошлись по биткоину, по эфиру. Напоминаю, что под видео есть полезные ссылки. Один это биржа, на которых можно зарегистрироваться, торговать. На Байбит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два, проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. И три, присоединяйтесь к Телеграму. Там постоянно есть трейдеры онлайн. Вот сейчас онлайн 160 человек. Трейдеры что-то обсуждают. Биткоин может максимум сделать 2 икса, но альткоины могут сделать 10, 20, 50 иксов. Это правда. Биткоин может вырасти в два раза, но альткоинов потенциала больше. Альткоины стоят дешево, и если одобрят ETF на эфире, то они полетят. Тоже правда. Но если отклонят ETF, то тогда цена пойдет в обратную сторону. Имейте это в виду. На моей бирже только 6 монет красные. Посмотрите, что многие альткоины не сдвинулись. А кстати говоря, так и есть. Это интересно. Биткоин пампит. Некоторые альткоины тоже растут, конечно. Но многие так и не выросли. Это означает, что это просто хорошая новость. Отправила рынок вверх. Просто, просто будьте осторожны. Этот подписчик заработал 877% прибыли, плюс 147% прибыли на Айота. И ха-ха, мы уже близко к 73. Что он тут имел в виду? Гуру сказал, что будет 53. Он все еще ждет 52 тысячи. Ну да, я ждал. Потому что были низкие торговые объемы. Когда я взял биткоин вот здесь, на 56 тысяч долларов, и продал вот здесь, на 62. Потому что были низкие торговые объемы. Я ожидал, что биткоин пойдет вниз. Но он не пошел. Но я ждал, что опустится. И я все еще на 50% кэша. Но это же означает, что на 50% я в рынке. И вот я заработал 16400 долларов. Вчера. Прекрасно. Я держу один биткоин, ворлдкоин, доджкоин, MCRT, Покет Юни. Это то, что я держу, но вы проводите свои исследования. Это не финансовый совет. Если бы вы себя слушали, вы бы зашли в сделку. А если меня, то пропустили бы этот памп. Многие сейчас, конечно, сходят с ума. Заходят в лунг, покупают биткоин. Но мы покупали биткоин по 16000 долларов в прошлом году. А теперь многие сходят с ума, заходят в биткоин, когда он стоит 71000. Думаете, что это правильно? А я покупал биткоин. Прям затаривался основательно, когда он стоил 16000. А теперь с этим пампом, с этими потрясающими новостями, я бы все-таки был очень осторожным. Я покупал биткоин по 16000. И торговали всю эту бычку. Да у меня на аккаунте в прошлом году было 150000 долларов. А теперь у меня там 630000 долларов. А еще 100000 долларов я забрал оттуда. А теперь заходить на всю котлету на биткоине, на мой взгляд, не самое мудрое решение. Заходить в лунг на хаях, лучше было бы заходить на 16000. А сейчас заходить в биткоин. Ну такое, что я сейчас жду, это... Это большой такой рост был. 10% за один день. Да, ну сегодня это хорошие торговые объемы, но раньше были плохие торговые объемы, они были низкие. А что сейчас я жду, это... Когда упадут торговые объемы, я зашорчу. Будьте очень осторожны. Доджкоин и альткоины, конечно, могут вырасти, но... Если эфириум и ТФ будут отклонены, это просто слухи пока что, но если одобрят, оно все пойдет вверх. Если отклонят эфириум и ТФ, то будьте осторожны, потому что все развернется обратно. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, всех люблю. Эфириум, опять же, время покупать биткоин было... Да вообще-то... Я бы не заходил на хаях больше, чем на 50% от своего капитала. Будьте осторожны. Если уже все так сильно выросло и вы заходите, будьте осторожны. Потому что если, ну вот даже, например, я уже сегодня много так всего купил, но это на самом деле я купил всего на 30 тысяч долларов, когда у меня на балансе 600 тысяч, даже больше, потратил меньше, чем 5%. Если вы используете больше 5% для покупки, то будьте осторожны, потому что мы на хаях. Вот я вот прям на вершине вы покупаете, понимаете, да? Дно было, когда биткоин стоил 16 тысяч. Все мы уже с этим согласны, 16 тысяч, там было дно, и мы там покупали прямо основательно, заходили в лонг на биткоине. Да я покупал, да. А сейчас заходить на всю котлету в биткоину, когда уже мы так сильно выросли, это очень опасно, будьте осторожны. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Один это биржи, два это курсы, три это телеграмм. И, в общем-то, на этом все прошлись поры. Поздравляю всех, кто стоит в лонге. Не поздравляю тех, кто не стоит в лонге. Если вы все еще ждете что-то, как я, но я на 50%-то в рынке все-таки, я осторожно торгую наполовину в кэше. Но будьте осторожны, если вы заходите на всю котлету, если вы, ну вот, например, как бы, давайте я вам покажу. Если вы прямо сейчас, например, вот зайдете в биткоин с 10-м плечом, ну вот на 71.300, например, вот я вам сейчас покажу, что я имею в виду, что произойдет. Нужно очень-очень осторожно быть. Ну вот, например, если вы откроете сделочку на биткоине по 71.300, и, допустим, вы зайдете на 10 тысяч долларов. Взяли 2.7 биткоина. Стоит это вам 10 тысяч долларов. 200 тысяч размер позиции, это 20-е плечом. И цена ликвидации будет 68 157 долларов. Это может случиться просто за секунду, туда опустится цена. И вы потеряете 10 тысяч долларов, поэтому очень осторожно торгуйте. Опять же, поздравляю. Тут я опускался на 610, 617, теперь 632. А за 30 дней было 611, 669, 615, теперь 632. Мой ордер на доджкоине все еще заполняется. Доджкоина у меня уже на 56 тысяч, 1 биткоин и все остальное. Всем хорошего дня. Если вы расстроились насчет того, что пропустили этот памп, то не расстраивайтесь, потому что будет еще много возможностей. Правило номер один. Не теряйте деньги. Правило номер два. Помните о правиле номер один. Это не о том, чтобы постоянно торговать в плюс, закрывать в профит все сделки, или ловить все движения подряд. Если, например, вы посмотрите на мои сделки по биткоину, то вот я вам сейчас покажу. Вот смотрите. Дно откупил, вверху продал. Потом упал, я купил, и там продал. Но вот этот крайний памп я, конечно, провтыкал. Поэтому, в общем, не важно. Главное, сохраняйте свой капитал. Возможности еще будут. Всем хорошего дня, и увидимся завтра.